Декларационная кампания, стартовавшая в январе, продолжается. Если вы в 2023 году продали недвижимость, которой владели менее 5 лет, получили дорогие подарки, не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду, вам нужно заполнить декларацию о доходах, но есть исключения. Налог на доходы физических лиц от продажи жилья не начисляется, и декларация не сдается, если квартиру или дом продала семья с двумя и более детьми, независимо от того, сколько времени жилье было в собственности. Семьи, которые имеют двое и более несовершеннолетних детей, должны точно так же обратиться в налоговый орган с пояснениями, потому что там есть ряд условий, которые необходимо соблюдать, и если они не соблюдены, то, соответственно, точно так же, эта семья обязана задекларировать доходы. Первое условие – в семье налогоплательщика должно быть два несовершеннолетних ребенка, или им должно быть не более 24 лет, если учатся очно. Второе условие – новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в котором продана старая, и не позднее 30 апреля следующего года. Самая большая ошибка, опять же, если обязательно должно быть приобретено имущество жилое с площадью или кадастровой стоимостью большей, чем та, которую они продали. Это одно из самых основных условий. Но еще одно очень важное условие – чтобы члены семьи не имели другого жилого имущества, площадь которого будет больше, чем 50% от приобретенного. Так что, если семья с двумя и более детьми продает квартиру и покупает новую, то лучше всего заглянуть на сайт налоговой инспекции или в ближайшее отделение, чтобы уточнить, все ли условия соблюдены, чтобы не платить НДФЛ и не подавать декларацию о доходах. Оксана Мирошникова, Сергей Власов, ТВР24.